Музыка В среднем по сравнению 94% захораниваются на полигонах. 2% сжигаются на 6 мусоросжигательных заводах. Основная проблема, то есть если 40 кг мусора в год в России образуется мусор у человека, у нас больше 140 млн, поэтому цифра очень колоссальная. Здесь мы как бы два пути. У нас концепция выстрел такая, что у нас есть территория такого добра, так скажем, правильного способа обращения с отходами и неправильного. И вот неправильный способ обращения с мусором это, конечно, свалки и сжигания. Данная технология, она довольно сильно лоббируется сейчас в России, она при этом является повторевшей этой технологией, потому что она не решает проблемы мусора, так как треть от сжигаемого превращается просто из безопасных отходов относительно, да, в токсичную золу и шлаг, например. Здесь главный акцент мы делаем на том, что такое раздельный сбор, как он может быть организован. В частности, вот здесь вы можете посмотреть, как в домашних условиях может быть организован раздельный сбор. Когда мы отдельно собираем стекло, отдельно собираем пластиковые бутылки, алюминиевые жестяные банки и опасные отходы. Артурь, заряжающие лампы, батарейки. Это, безусловно, один из примеров. Все зависит от того, какого размера у вас кухня или есть у вас, например, балкон, потому что по опыту общения с людьми все по-разному организуют раздельный сбор, но главное, что все могут это делать. Согласно опросам Левада-центра, 60% населения России готовы сортировать отходы, если у них будет придомовая инфраструктура. То есть, когда вы выходите, у вас контейнер для раздельного сбора стоит на контейнерной площадке. Пусть может быть не на каждой, но хотя бы на ближайшие дома, для того, чтобы люди имели такую возможность. Ярославль на данный момент занимает 38 место. Необходимо увеличивать, безусловно, количество контейнеров для раздельного сбора, увеличивать охват сбора опасных отходов, потому что это представляет серьезную угрозу. Проблемы мусорных свалок. То есть, основная проблема – это загрязнение источников водоснабжения, это, конечно, потери этих ресурсов первичных, потому что раз мы захораниваем, мы теряем полностью вторичные ресурсы, приходится добывать новые, первичные. Это, конечно же, сгорание свалок – очень большая проблема. Токсичные выбросы в атмосферу идут. И, соответственно, также такая трендовая проблема изменения климата. И свалки здесь оказываются негативным влиянием, потому что выделяются много очень парниковых газов, то есть, участвуют и метан. Как именно ваше участие, ваша жизнь влияют на, в том числе, систему обращения с отходами. Поэтому именно эта цитата, переделанная из известного классика Сергея Довлатова, должна настроить вас на лад, что, в первую очередь, мы должны не снимать с себя атмосфер, потому что, безусловно, у нас несовершенная система обращения с отходами, но мусор кто-то образует. Мы должны понять, что это мы, персональный я, персональный каждый из вас здесь клещу. Примерно ежегодно образуется 70 миллионов тонн отходов. В среднем на территории страны, вот территории Швейцарии, примерно 4 миллиона гектаров. Столько отходов уже сегодня захоронено на полигонах и на различных свалках, санкционированных и несанкционированных. Примерно, по официальным данным нашего федерального министерства, у нас более 14 тысяч свалок, только официальных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова